Приветствую всех причастных и непричастных к наностримингу из, вероятно, сильно оплавившегося источника приема контента. Уже в 15 раз звучит мое скромное приветствие. С вами наностримирский подкаст, подкаст, в котором я рассказываю про собственные успехи, собственные неуспехи, разного рода новости, приколдессы, особенности, нюансы и прочее, 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 связанные со стримами. Я это Монторио, стример Честной Судьбы, все еще наностример, все еще стремящийся, стримируемый и стримящий. Месяц выдался, скажем так, не самым прохладным, что сильно могло повлиять на какие-то личные предпочтения, мотивации и прочее, прочее, прочее. Потому что в этом месяце хотелось только куда-нибудь лечь, где холодно, и жить там до конца лета, как минимум. Повезло, наверное, тем, у кого есть разного рода охлаждающие девайсы, типа кондиционеров, вентиляторов и прочее, прочее, прочее. Я таковыми не обладаю, поэтому я все это время изнавал от жары, но таки смог собрать и донести, принести к вам немножечко новостей, которые, вероятно, слышали, видели, а может быть и нет, что мне только на руку. Из мира стриминга. Подкаст наностримерский. Маленький и не очень гордый. По традиции, новости из мира стриминга подождут, пока поделюсь своими какими-то успехами. Хотя, честно говоря, успеха в этом месяце было примерно ноль. Я рассказал в прошлом выпуске, что участвовал в конкурсе статей на Яндекс.Дзене, что я там даже что-то выиграл. Но у меня складывается ощущение, что выигрыш очень номинален, потому что отправив все нужные данные для получения выигрыша, спустя месяц, даже больше, 18-го числа последний раз со мной связывались, 18-го июня, если что, то есть месяц с лишним, это сколько у нас? Плюс 11 дней сверху, месяц, ну 40 дней, короче, помянем, так сказать, мой выигрыш. Вот, 40 дней назад плюс-минус со мной связывались из Рустора, который должен был все это дело выдавать. Дескать, все будет, мы попозже придем. Никто никуда не пришел, конечно же. Так что, мне интересно, вот до этого был конкурс, ну, с денежными призами, реально с денежными призами. Там что-то было до миллиона, что ли, денег. Получили ли те люди свой, причитающийся выигрыш? Непонятно. Но, тем не менее, меня подкормили и сдобрили ростом циферок на Дзене. Я уже, по-моему, рассказывал им в тот раз. Продолжил рассказывать в этот. Циферки растут, хотя уже очень-очень замедленно. При всем при этом читают статьи, которые уже были продвинуты. Я за это время выложил две, кажется, два поста еще. Они не собирают примерно ни хрена. Так что, ничего нового. Но в качестве какого-то бэкапа, глядя на определенные события, имеет смысл, наверное, туда что-то все-таки заливать. Потому что могут быть трудности с доступом к определенным ресурсам в дальнейшем. Но об этом я немножечко позже расскажу. Наверное, лучше заливать везде, где только можно. Желательно еще ознакомливаться с правилами тех мест, куда вы это все заливаете. Потому что некоторые позволяют себе немножечко больше, как, например, ну, в пользовательском соглашении. Поэтому с осторожностью, но ищите, ищите плацдарм запасной. Возможно, все будет не так уж и плохо, но тенденции определенные имеются. Не зря же выпуск называется «Виниловое замедление». Ну, наверное, стоит расшифровать, раз уж мы об этом начали. Почему виниловое? Потому что этот месяц он как бы издалека заходил на все вот эти вот сложные материи с запретами, замедлениями и прочим-прочим-прочим. Все началось с того, что запретили ввоз винила к нам в страну, ибо санкции. Не дай бог вы на пластинке что-то будете слушать, нанесете непоправимый урон экономике разного рода стран. Поэтому хрен вам они пластинки. Меня это, конечно, не то, чтобы сильно касать, но название-то клевое, поэтому грех не украсть. Это виниловое. Ну, а замедление, если вы плюс-минус активно пользуетесь портала YouTube, стримов и прочих разных штук, связанных с вот этим вот всем, где можно что-то посмотреть, покушать под это же, или получить полезную информацию, вы знаете, что разного рода деятели Государственной Думы за пару дней сменили три пары обуви, плюс-минус, касательно YouTube. Сперва все деградирует. YouTube, в частности, Google, ничего не обновляет, оборудование не тянет, будет все замедляться. Это не мы, это они. Мы бы да, а они не хотят. Потом вышел пост, дескать, это, конечно, они, но мы хотим оказать на них давление, чтобы они разблочили таких наших деятелей, которые несут разумное, доброе, вечное в уши, сердца, ума и прочие оставшиеся незадействованные части тела. Поэтому будем замедлять. Будем замедлять. Ну, чтобы они поняли, наконец-то. Они точно все поймут, все разбанят, все будет хорошо. Мы не хотим портить опыт пользователям YouTube, но что поделать? Поэтому на пика замедлим сперва на 40, а потом на 70 процентов. А на мобилках можно смотреть. Как говорится, наслаждайтесь. Поднявшийся народный гнев. Ну, или не гнев, наверное, это громко сказано. Недовольство и бухтение, поднявшееся в интернете не только, вынудило тех самых деятелей вернуться с хреновыми новостями, как Скелетор. С новым постом и рассказать, дескать, да вы не так все поняли, это все же все они. Мы-то че? Мы-то вот, а они-то ого-го. Короче, в итоге судьба YouTube очень в подвешенном состоянии. Продолжают циркулировать слухи, которые уже циркулировали на протяжении лет восьми, что все, YouTube заблочат, как хотите, так оживите. У нас есть альтернативы, видимо, уже, хотя никто об этом не заявлял, а до этого были заявления о том, что пока не сделаем альтернативу, никакой блокировки не будет. Видимо, уже сделали. Про эту альтернативу я тоже расскажу. Она очень сомнительна, мягко говоря. Я не буду углубляться в подробности всему свое время. Готовьтесь, готовьтесь. Лучше быть готовым ко всему, особенно если вы делаете такого рода контент. Но перспективы очень туманные, потому что одно тянет с собой другое. И об этом я тоже сейчас расскажу отчасти. Ну и таким образом мы плавно, практически бесшовно переходим к Твичу. На самом деле на Твиче ничего важного, прям такого мощного, что обычно можно было вкинуть и немножечко порофлить, типа битвы с харассментами и блокировки определенных категорий не было. Но мелкие подкапотные изменения случались. Но сперва о прецедентах. Говоря о блокировке Ютуба, фактически за то, что они просто правила соблюдают или соблюдают местное законодательство страны, которой не принадлежат, вылезает интересный факт о том, что Твич в очередной раз был оштрафован в России в связи с, естественно, неудалением информации. За что именно я не нашел прителом штрафов. Оштрафовали их на миллион рублей. И это уже второй штраф за неудаление контента. Первый был в 22-м году. Тогда их оштрафовали на 700 тысяч рублей за публикацию, запрещенные в стране информации. Таким образом, если у нас прилетает Ютуб, например, по осени, а Твичу прилетает еще парочка-троечка штрафов, например, ну потому что Ютуб, как основная площадка на стране, немножко будет огорожен, Твич станет той самой платформой, да, где, скорее всего, кто-то будет какие-то мысли свои высказывать. Есть ощущение, что дойдет дело и до Твича, при всем при том, что Твич, в принципе, сотрудничал с руководством, да, людей причастных ко всем этим штрафам и прочим. В конце концов, все эти знаменитые истории с Лигой Безопасной Интернета, которая, ну, не имеет никаких полномочий, на самом деле, но это не важно, которая списала заявление на блокировку ряда стримеров за Казиноча, и многих до сих пор не разбанили, они как отлетели тогда, так и остались. Но это не касается крупных медийных личностей, типа, там, певцов и очень больших стримеров, которые добазарились, так что политика не совсем понятна, как Твича, так и той конторы, которая организовала эти блокировки, но, опять же, тенденции не очень приятные. Да, конечно, у нас есть наши площадки, платформы, я бы даже сказал, да, но есть нюансы в их работе. Потянут ли они, пока непонятно, так что с интересом и легким переживанием смотрим на грядущую ось и идем дальше. Помимо штрафа на Твиче в ближайшее время станут доступны, говоря о рублях сразу, денежная тема, она продолжается, станут доступны качество как 144 пи, также известно, как полторы тысячи рублей, и 4 косаря. Судя по всему, для всех станут какое-то время недоступны, Твич тестирует эти настройки, это позволит всем достичь невиданного качества контента. Я, честно говоря, не на пике прогресса нахожусь постоянно, так что мне непонятны чайные-отчайные необходимости в добавлении таких разрешений. Это как с ММО, вы делаете свое ММО, вы накручиваете графон, Unreal Engine 5, все дела, 5-е, 10-е, но плеерская, плеерская база. Я начал уже дуолинк, понимаете, в связи с событием. Игровая база начинает уменьшаться, потому что не все в состоянии поставить себе условную игру с Unreal Engine 5, потянуть графен, все вот это вот нюансы. И такая же история со стримами. Да, вы можете стримить в 4К и прочее, 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 но какое количество людей будет смотреть стримы в 4К? Ну, будем честны. 144 пи еще возможно? 144, лол. 140? Ну, вы поняли. 1440 пи еще может быть, но, мне кажется, все еще удел энтузиастов. Как и 2К где-то можно было стримить 2К. Но, возможно, это всегда хорошо, да? Больше, не меньше. Может быть, в дальнейшем это станет новым стандартным качеством. Есть и хорошие новости, связанные с Twitch. Многие будут очень довольны, особенно на фоне того, что некоторых стримеров так и не собираются разбанивать. Я говорю не про казиношных стримеров, а про крупных деятелей. Стримингового направления разбанили одного из крупнейших деятелей такого рода. Трамп разбанили на стриминговой платформе Twitch спустя 3,5 года после бана. Что говорит по этому поводу Twitch? Мы разбанили канал бывшего президента Трампа. Мы считаем, что полезно напрямую узнавать о кандидатах в президенты. Когда это возможно, Трамп является официальным кандидатом от республиканцев на пост президента США. Говорится в заявлении представителя Twitch. Таким образом, есть еще один лайфхак. Если вас забанили, становитесь кандидатом в президенты, желательно США. И тогда у вас есть неиллюзорный шанс снова вернуться к стримам. Потому что это самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации. А не быть... Ну, ну, в общем, ладно, вы поняли. Вы стримите? Конечно. А зачем? Ну как это? Зачем? Ну, это же... Ну и естественно, естественно, говоря о банах и разбанах актуальная тема. Как вы знаете, на Twitch есть ряд запрещенных слов, которые по мнению же Twitch'а являются оскорбителями для меньшинств. Один из стримеров, кому-то даже известно, Дрейнис, это игрок в паб, в команде, даже какой-то, насколько я помню, профессиональный, во времена расцвета этого самого пабга. Вот, он получил блокировку и при попытке разблокироваться, ну, апелляться, вот это вот все, ему пришло интересное письмо. Как все было? Краткое изложение. Северослав отправил апелляцию на разблокировку канала, однако Twitch отклонил ее и для сокращения срока предложил пройти тест на умение защищать меньшинство. Поэтому меньшинством на Twitch'е бояться ничего не стоит, наверное, я не знаю, вообще ничего о меньшинствах, понять не имею, что это такое. По-моему, до этого никаких подобных прецедентов не было. Посмотрим, к чему это приведет дальше, станет ли это тоже нормой для Twitch'а, чтобы ты какие-то исправительные работы проходил, прежде чем вернуться к тому, что тебе нравится. Ну, конечно, это забавный факт. Мне интересно было бы посмотреть на аналогичного рода тесты в условиях наших реалий, то есть на какой-нибудь условном NUME, например, да, чтобы разбаниться, должен спеть гимн России или там ответить на какие-то вопросы неудобные, которые однозначно укажут на твою позицию. Короче, ни в коем случае не подаем идеи, но сомнительное, сомнительное деяние стороны Twitch'а. В конце концов, мы каждый месяц видим какие-то интересные решения с их стороны и ВОЗ-ин и не там. Нет массовой миграции на КИК, нет массовой миграции, не знаю, на YouTube еще куда-то. Люди как пользовались Twitch'ом, так и пользуются, потому что что? Кто бы что ни говорил, Twitch по-прежнему монополист. Ну и полирнуть, полирнуть твичовские замуты, естественно, следует новой порции исправлений, связанных с угнетением и харассментом. В этот раз Twitch добавили новую категорию сексуальных демогательств в автомод. Те настройки бота, которые блокируют нежелательные сообщения на Twitch'ах и банят, возможно, неугодных. Собственно, что они об этом пишут? Мы запрещаем нежелательные комментарии, в том числе комментарии сделаны с помощью эмодзи-смайликов, касающихся чьей-либо внешности или тела. Сексуальные просьбы или ухаживания, сексуальную объективизацию, а также негативные высказывания или нападки, связанные с предполагаемым сексуальным поведением или деятельностью человека, независимо от его пола. Мы также не приемлем запись или обмен интимными изображениями или видеороликами без согласования ни при каких обстоятельствах. И можем сообщить о таком контенте в правоохранительные органы, написали Twitch. Я, конечно, не эксперт. Но есть ощущение, что такая опция была добавлена не потому, что очень много людей страдали от харассмента в виде смайликов, возможно, с тверкащими грибами или прочие вещи, которые когда-либо запрещал Twitch. А от того, что была информация о том, за что именно был забанен Доктор Дизреспект, крупный стример тоже, как многим известно, который имел неосторожность в личных сообщениях Twitch, когда они еще были, переписывался на подобного рода темы с, по-моему, несовершеннолетней или летней, ну летней, наверное, да. Мы, конечно, осуждаем максимально, но Twitch решил, видимо, прикрыть все свои тылы и быть на страже объективизации, сексуализации. Поэтому, если вдруг вы слали какие-то неприемлемые смайлики или писали что-то о ком-то, что может быть расценено кем-то, как сексуализация, объективизация и прочее, 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 будьте готовы, будьте готовы, Twitch у вас зо-ба-нет. Поэтому играйте в игры, там точно нет никакой объективизации, сексуализации и прочее, прочее, прочее. Ведь так? Возвращаясь из далеких западных краев с монополией крупных фиолетовых площадок, мы приходим к кому? К кому? К обладателю ржавого кубка прошлого подкаста. Кстати, ржавый кубок в процессе разработки от одного моего товарища. Я, правда, не знаю до сих пор, как его еще применить и вот это вот все. Но, тем не менее, стоило высказать мысль о том, что было бы неплохо. Люди пошли навстречу и такие, будет, сделаем. Я не знаю, может быть, опять же, в формате постирования данной картинки в сообщество подкаста ВКонтакте буду закидывать, может быть, еще как-то. Там, в конце концов, не так много контента, но вдруг кто-нибудь подпишется, и это будет иметь смысл развивать и еще то сообщество, кто знает, кто знает. Но, возвращаясь к Нуму. Мимо Нумовского дома я без шуток не хожу. То говна в комменты кину, да в подкасте расскажу. Я сперва хотел рассказать, какие они молодцы, мол, два апдейта за месяц, но есть нюанс. Какой-то гений в недрах Нума разбил патчноут на две части. Одна часть была в клипах во ВКонтакте, причем, как мне кажется, это самая интересная часть патчноута, а вторая часть была в статье. В одном месте весь патчноут увидеть было невозможно. Возникает, например, вопрос. Почему так? Почему? А ответить на него, конечно же, мне никто не сможет, потому что известные команды что где когда расформированы и объявлены инагентами и врагами, так сказать, всего хорошего. Что же там с патчноутами? Итак, удаление комментариев под видео. Теперь можно удалить три коммента, которые тут взаимная подписка, приходи, смотри и прочее. Наконец-то их можно удалить, если вдруг они вам мешали. Стикеры. Я, честно говоря, может быть, что-то забыл, но есть ощущение, что они уже добавляли стикеры и теперь добавили опять. Больше стикеров, богу, стикеров. Видимо, только стикеров и не хватает, ну, чтобы окончательно стать на пьедестал успешной платформы. Стата по видео. Ладно, допустим. Ну, это действительно полезно, особенно для тех, кто, наверное, плотно как-то контент генерирует на этом номере. И за своими успехами хотя бы как-то можно следить, если, конечно, они там достаточно корректно считываются. Новая капча. Видимо, боты одолели, да? Массово, сволочь, регистрируются и никак. Их нельзя не задержать ничего. Ну, теперь можно. Теперь фильтр установлен. Вход по почте с паролем. Такая вот функция появилась спустя почти полгода существования Numa. Ну, наверное, тоже удобно. Почему бы и нет? В конце концов, альтернатива, это всегда хорошо. А еще можно восстановить доступ по номеру телефона. Я знаю, вы ждали. Все, теперь, пожалуйста, отправляйте смс-ки. Вам все придет. Вы, наконец-то, восстановите доступ к своему аккаунту на Numa. И как начнете там зарабатывать и делать контент. Это первая часть патч-нота. Вторая часть, которая была написана отдельным постом, звучит следующим образом. Наши разработчики на вес золота. За три месяца они нашли целых 160 багов. И уже больше ста исправили. Красавчики. Баги в основном были визуальными. И не мешали пользоваться приложением. Например, галочки могли не отображаться в поиске. Или время просмотра показывалось некорректно. Бывает. Главное, что сейчас все отлично. Что еще поправили? Починили автопрокрутку в чате. Ссылка в чате больше не сливается с фоном. Во вкладке эксклюзив появилась кнопка пожаловаться. Видео больше не сужаются после обработки редактора. И много другое. Такой вот патч. Надеюсь, вы замотивированы опять же пойти на Numa. И развиваться там. В конце концов, не ютубом единым, как известно. Естественно, я не могу оставить без внимания и, конечно же, любимую мною и многими другими рубрику с комментариями и постами в Numa. Но в этот раз постов в Numa было немного. Я такой просто выбил один пост разминочный. Особенно 12 числа, 12.07, появилась, по-моему, информация о замедлении, что что-то будет с ютубом. Что сделал Numa? Написал пост, конечно же, что может быть лучше. Работаем без выходных и замедлений. Кчао! Такой вот молодежный вайбик, поэтому не сомневаюсь в успехе Numa в дальнейшем. Удачи и прочее, прочее, прочее. Мы же полернем это все избранными, выдержанными комментариями. Итак, выдержка комментариев к постам Numa, часть очередная, июль эдишн. Амбассадор Таро на Numa выходит на связь. Имя контентмейкера будет стримить тогда-то, тогда-то, тогда-то. Сделать расклады. Комментарий, значит, верной дорогой идете. Таролок, потом, наверное, гадалки и потомственные ведьмы. Картинка обезьянки с надписью просчитался, но где? Numa отвечает. Посмотрим, куда нас приведет эта дорога. Но сворачивать не планируем. Поэтому, если вдруг вы хотите быть успешным контентмейкером на Numa, Таро, предсказания, гадания, прочие очень полезные в современных реалиях вещи, это ваш выбор контента. Может совместить с играми. Гадания по анимациям смерти в Counter-Strike или типа того. Мне кажется, будет интересно. Дарю бесплатную идею. Пользуйтесь. Что у нас еще есть? Мое любимое. Я выбрал интересный тред. Тоже, естественно, по работоспособности, ресурсам. Итак, чел пишут. У меня перестали набираться просмотр и активность. Это баг. 80 подписчиков и резко встало ноль просмотров. Numa отвечает. Возможно, видео перестало попадать в реки. Не все видео залетают. Главное, не опускай руки. Сердежка. Следом отвечает. Numa опять же. Сейчас ведутся работы по оптимизации системы рекомендаций. И комментарии удалены за нарушение правил сообщества. Это в том же ответе Numa. Я не знаю, к чему это. Может быть, не копировали, неудачно, типа того. Чувак пишет. Кто из тех работы? А когда закончатся? Numa отвечает. Нет, мы проводим работы по оптимизации системы. Обязательно расскажем, как только они завершатся. Чел дальше пишет. То есть, возможно, из-за этого у меня упали просмотры. Numa отвечает. Вряд ли. У многих пользователей все в порядке. Мы лишь делаем систему рекомендаций лучше. Чел пишет. Так почему у меня ноль просмотров на десятках видео? Numa отвечает. Мы ответили выше. Чел пишет. Все 10 штук не попадают в реки. Как тогда раньше каждый попадал? Или вы так людей задерживаете на своей платформе? На что Numa отвечает. Мы уже проводим работу по улучшению системы рекомендаций. Надо подождать. Я не так часто общался с техподдержкой. Но есть стойкое ощущение, что вот эти люди, которые расшифровывали свои буковки в конце постов в Numa, как они переживают о том, что им негативный фидбэк пишут в комментариях, прочее, прочее, прочее. Они были заменены нейросетью. Я, ну, просто у меня других вариантов, почему так все происходит. Я не понимаю. Я когда читал, думаю, я, ну, с ума сошел, может быть, или что происходит. Где связь между ответом и вопросом? Где что-то еще? Ну, вот так вот они работают. Видимо, вот пока не оптимизируют рекомендации, такие ответы и будут в дальнейшем происходить. Поэтому пожелаем удачи в оптимизации системы рекомендаций. Я читаю уже о них второй или третий месяц. По-моему, никак они не оптимизируются. Все вот пытаются и пытаются. Наверное, сложная работа для 300 человек почти. Ну, может быть, чуть меньше, конечно, потому что не все занимаются оптимизацией. Кто-то еще должен стримы по второму проводить. Короче, Нум, вы молодцы. Кубок. Я пока еще подумал, может быть, достанется в этом месяце не вам, но блестит он где-то своими ржавыми боками на горизонте. Имейте в виду. Ну и финальный коммент добивочный. Это вот показатель. Чувак пишет. «Почему нельзя сделать название канала на русском языке?» Нум отвечает. «Привет! Такой возможности пока нет». На этом я считаю, что блог с Тумом можно закрыть. Лучше уже не будет. Ну, естественно, естественно. Раз уж мы говорим о нашем, то имеет смысл вернуться к моей любимой площадке, на которой я внезапно стал достаточно крупным блогером и контентмейкером. И я сейчас расскажу, почему. В тот раз я сетовал на то, что особенности распределения мест в карусели дают невиданные результаты. Будучи человеком с галочкой, вы имеете шанс попасть в карусель. И вот тут начинается самое интересное. Как я и говорил, что просмотры из моего мира и прочее, прочее, прочее теперь учитываются в счетчике зрителей на ВК-плее. И это позволяло людям фармить, ну, фигурально выражаясь, фармить минуты просмотра для достижения следующего уровня программы поддержки стримеров. Так вот, стоило мне в какой-то веке попасть в карусель, собрать около 200, по-моему, зрителей, согласно счетчику ВК-плея, как обнаружилось, что они убрали, ну, это, наверное, честно, на самом деле, они убрали возможность до чтения этих минут по метрике. И теперь основная цель карусели с гигантскими цифрами, это просто гигантские цифры, как по мне. Я слышал отзывы от других стримеров в чатиках, где, так сказать, да, с карусели приходят, достаются, фоловятся и прочее. Мне за 5-6 стримов, может быть, даже чуть больше, по-моему, только один кто-то зашел, что-то написал и ушел, без фоллова. Возможно, дело в том, что мой контент не очень притягательный для людей, которые смотрят в карусели что бы то ни было, или там в Mail.ru сидят в моем мире. Не знаю, но конверсия примерно нулевая, и все вот это вот кручение цифры, как по мне, не имеет ровно никакого смысла, потому что, ну, это не особо влияет на проходимость людей, и уж тем более появление новой аудитории, по крайней мере, в моем случае, то есть в арайте стриминговом. Как оно будет дальше, на самом деле, я не знаю, потому что, опять же, ожидаем интеграции стримингового вот этого плеера с Одноклассниками, с Дзеном, с ВК. Возможно, в какой-то момент времени даже я стану тысячником, там, десятитысячником, у меня будут смотреть 20 тысяч человек, или там, 15 тысяч человек. Но в чате будут все те же люди, которые на протяжении всех 6-7 лет, сколько я стримлю, и находились в чате. Таким образом, я не знаю, я просто могу приходить и вот людям тыкать, все, что и у меня 200 человек онлайн, а смотри, я какой популярный. Но на проверку все будет не совсем так. Я добавлю замечательную песенку, связанную с этим. Вы наверняка знаете уже какую, прослушайте. Кроме того, пару недель назад закончился ВК-фест, который, я рассказывал, в тот раз был в Питере, потом он приехал в Москву. Я думал, что я туда попаду, но оказалось, что нет, потому что билет в целок на 5 тысяч рублей, или 8, я уж не помню, что для наностримера является неподъемной суммой, которую он увидел только во сне. Поэтому я смотрел какие-то, ну или читал какие-то интересные мне события на ВК-фесте путем просмотра групп. Пара вещей меня зацепило, о которых хотелось бы тоже немножко рассказать. В общем, на стрим-фесте выступал Дядя Стас, руководитель проекта, насколько я помню, его должность в ВК-плее. И он рассказывал мысли насчет дальнейшего развития отдельных аспектов ВК-плея, где, среди прочего, кинул идею, как можно улучшить экспириенс от ролей на ВК-плее, что, мол, можно сделать с этими ролями отрицательные положительные свойства, как же там был пример. Что кто-то может писать сквозь запрет написания в чат, но при этом у него всегда будет слово отключен. То есть каким-то таким образом модификаторы можно будет накидывать на роли, чтобы людям было интересно эти роли получать. Сражение между собой путем каких-то мини-игр в чате, за определенную роль, чтобы у кого-то она была... Наверное, это интересно. Это прям какой-то РПГ и вот это вот все. Но как это будет реализовано и что с этим делать небольшим сообществом, у которых не такое большое, опять же, количество людей в чате, пока непонятно. Но, с другой стороны, как я говорил, и в случае Твича, есть лад. Ну и, наконец-то, наконец-то, на ВК-плей лайф добавили долгожданно многими, очень-очень многими, судя по комментариям и отзывам в паблике и в Телеграме, функцию моментов. Также известно всему прогрессивному человечеству, как клипы. Они даже работают. Я даже каким-то образом умудрился немножечко их потестить до общего раскатывания на площадку. Были вопросики, потому что очень долго открывается окошко редактирования, очень долго все это пилится. Ограничение в 10 минут, по-моему, ты нажал кнопку клипа, и только это последние 10 минут контента можешь заклиповать. Это все немножко смущало и продолжает смущать, потому что, насколько я понимаю, ряд вещей до сих пор существует в том виде, который он был в закрытой бете. Но они обещают собирать фидбэк и активно все это допиливать. Что будет дальше, я не знаю с этим. Я уже высказал свои мысли по поводу того, как это можно было промоутить. Вот опять же, к вопросу о Нуме. Они там добавляют рубрики, что смотрят контент площадки. Рубрика Нам Вочинг, где они будут обозревать классные ролики с площадки или ролики на конкретную тематику. Это прикольно, мне кажется, и интересно, но опять же это работать надо, да? То есть нужны люди, которые этим будут заниматься. Я так понимаю, пока выкопают до сих пор, этих людей нет или это им пока не интересно. Как по мне, отличная тенденция. Вот серьезно, этого очень не хватает. Если бы на ВК-плее кто-нибудь собирал подборки роликов, какие-то яркие моменты, да, конечно, это требует определенной работы, но это бы уплотнило и упрочнило интеграцию сообщества стримеров и сообщества в сообщество. То есть людей, которые... Не обязательно стримеры, сидящие на ВК-плее в паблике. И опять же, это отлично вписывается в парадигму того, о чем говорили кстати, на ППС, что мы возменения будут. Не с точки зрения, что мы опять будем платить бабки, а что какие-то приколы будут даваться. Вот можно было бы сделать конкурс уровня лучший момент месяца на ВК-плее. И все, и пожалуйста, я даю какой-нибудь подарок в профиль на ВК-плей лайф. Суть которых я до сих пор не понял. Сейчас моменты, опять же, добавили. И дропбоксы, конечно. В дропбоксах что картинка, которую что никто никогда не увидит. Но они есть. Зачем? Почему? Я все еще не понимаю. Так что следим дальше за обновлениями, изменениями и прочими нюансами ВК-плея. Как и за всем остальным множеством ресурсов. И затронем немножечко очень неизвестных и непонятных до конца вещей. Начну с лайтового. У меня вот записано две вещи, о которых я хотел рассказать. В частности, это стич с пометкой Я хазычу это, может быть, уплефай. И платформа. На тот момент, когда я писал в шоу-ноуты про платформу, не буду говорить о том, что мне написано в скобочках про нее. На тот момент, когда я записывал в шоу-ноуты, с ютубом было все не так драматично. Но теперь это имеет смысл подсветить. Итак, стич. Я упоминал о том, что на ВК-фесте было всякое разное, я за этим следил. На одной из панелей был стример Пчелкин, насколько я помню. Он должен был рассказать нам про этот самый стич. Поскольку я не присутствовал на ВК-фесте, то, соответственно, из первых рук я не смог узнать, что это такое. Пошел изучать сам. И реально, скорее всего, это что-то типа оплефая. Я долгое время не мог туда даже залогиниться, зарегистрироваться, потому что как-то странно работал, кряхтел, пердел, говорил, что да не, да недоступно, уходи, ты чужой. Но потом я смог зайти на сайт и на лендинге смог прочесть, что же, по мнению создателей, это такое. Итак, что это? Стич – универсальная платформа для запуска видео и баннерной рекламы на Твич, объединяющая рекламодателей и стримеров для эффективного партнерства. 234 стримера уже работают с нами на рекламе. 26 брендов могут стать твоими рекламодателями. Формат заданий следующий. 15-секундный ролик на весь экран, вертикальный баннер, горизонтальный баннер и доходы. То есть, если вы прокручиваете ролик, ну, потенциальный, конечно же, доход. Если вы прокручиваете ролик – 58400 рублей. Вертикальный баннер – 11300 рублей. Горизонтальный баннер – 24600 рублей. Можно выбирать тип рекламы. Подобрать рекламу под любой формат стримов. Быстро и удобный вывод средств. Вывод средств не занимает много времени. Это можно сделать в любой момент и на любую карту. Начни зарабатывать на своих стримах прямо сейчас. Ну, тут предлагается имя, электронная почта. Я с двух аккаунтов, точнее, с двух почт пытался оставить заявку и зарегаться. У меня не получилось. Ни на один из них не пришло письмо регистрации. Сайт предусматривает логин через Twitch. Я решил, что ладно. Ради вас, ради подкаста, я рискну своим гигантским каналом с большим количеством аудитории и залогиниться на этот Stitch. И я таки смог залогиниться. И там я ввел дефолтный практически рекламный кабинет, где есть три задания с тестовыми баннерами. Вот написано. На этом баннере вы можете протестировать нашу платформу. Для этого нужно принять задание, скопировать ссылку на трансляцию, установить ее на OBS. На OBS. Ага. Проверить, что трансляция запущена, запустить задачу через интерфейс платформы. В тестовом задании, естественно, никаких доходов нет. Есть TCL 34. Я уж не знаю, что это. Задание тоже отдельное. С моделью оплаты 100 рублей за 1000 показов. Потенциальный доход косарь. И есть TCL 27. С, опять же, соткой за 1000 показов и доходом в косарь. Другого тут больше ничего нет. Пояснений тоже нет. Это все, видимо, баннерочки. Можно их поставить, и целый косарь, возможно, заработать. Я не знаю, как это все работает. Потому что никакой другой информации, кроме этого, и кроме того, что Пчелкин должен был рассказать об этом на конфессе, я не нашел. Мало кто про это слышал, скорее всего. Мало кто об этом знает. Может быть, они все еще в бете какой-то закрыты. И берут не всех, а только крупных деятелей. Рутвича хрен его знает. Но выглядит как Аплифай. Даже не так. Если бы Аплифай делали не рекламщики, которые, собственно, ими занимаются, да? А если бы Аплифай делала какая-то команда, вот как ВК-плей. То есть энтузиасты, видимо, очень приближенные к стримам. То, наверное, получился бы стич. Если вдруг кто-то знает что-либо о стиче, то настичуйте мне куда-нибудь. Будет интересно услышать разъяснение от знающих людей. Потому что я, как известно, опять же, не особо во большом количестве вопросов сведущих. Потому что я стример. А стримеры, которые много что знают, считаются очень умными и не считаются интересными. А, ну и самое интересное, что обратная связь у стича есть только в формате почты и дискорда. Все. То есть ни телеграм-канала, ни пабликов во ВКонтакте, ни, не знаю, там еще как-нибудь Ютуб-канала, хрен его знает. Даже вот казалось бы, да, канал на Твиче. Вы же могли какие-то вещи рассказывать там. Такого ничего нет. Два контакта всего. Может быть, тоже это норма. Я не знаю, не шарю за это. Но наводит на определенные мысли. Поэтому я надеюсь, в дальнейшем месяце, если стич нахер не схлопнется, не успев родиться и будет развиваться, то приду с новой порцией новостей и обязательно расскажу вам, чё куда кого. И теперь вот мы переходим к самой вкусной части подкаста. Начнем, естественно, с базы. Российская компания Airteam представила свой аналог Ютуба сервис-платформа со всеми ключевыми особенностями площадки Google. Итак, что за особенности? О презентации IT-компании Airteam рассказали в ТАСС. Она прошла в медиа-центре региональном общественного центра интернет-технологий. Сервис-платформа позиционирует как прямой аналог Ютуба. От Рутюба и ВК-видео платформа отличается, к примеру, интерфейсом и функционалом, который приближен к Ютубу. Airteam уже добавила в свой сервис систему рекомендаций, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Видеоролики на платформе доступны с разрешением вплоть до 4К, а также субтитрами. Распознаются русский и английский языки. Кстати, забавный факт, при регистрации можно еще инфу своего канала на казахский перевести. И только его, кроме английского, что забавно. Разработчики также планируют добавить поддержку формата коротких видеороликов аналога Shirts на Ютуб. На платформе предполагается модерация. Предполагается модерация. Ограничивать собирается контент, который нарушает российское законодательство или с антироссийской риторикой. Пожаловаться на такие ролики смогут сами пользователи. В Airteam говорят, что уже сейчас платформа может выдержать 240 тысяч запросов в секунду. Подробности о запуске сервиса в Airteam не рассказали. Такова новость на сайте dtf.ru от 28 июня. С тех пор новых новостей не поступало об этом поделии. Но, но энтузиасты из числа моих знакомых поковырялись немножечко в разных аспектах этой самой платформы. И обнаружили ряд интересных вещей, говорящих о том, каков потенциал данной платформы. Спасибо товарищу Нубогеймеру, который накинул мне заготовку своей статьи по этой площадке. Я сейчас быстренько по ней пробегусь. Собственно, со старта буквально. Как и на любой другой площадке у нас имеется некое лицензионное соглашение, которое ты читаешь, подтверждаешь, ставишь галочки. Так вот, со старта буквально, прочтя какое-то там условное лицензионное соглашение, пролистав вниз, где нужно поставить галочки, имеется подсвеченный фрагмент текста, который, опять же, должен нас вернуть к лицензионному соглашению. Но, несмотря на то, что они подсвечены другим цветом, казалось бы, да, что намекает, мол, кликни, да прочти. Они не кликабельны. Просто вот сделали видимость, что у нас все как и там. Все работает стопудово. Будем этим пользоваться. Едем дальше. При попытке загрузить, точнее, багеймер обнаружил ошибки, связанные с загрузкой. Ну, то есть, не грузится, видимо, видео по какой-то причине. Но, зайдя в студию, он обнаруживает что? Там загружено три видоса одинаковых. Ну, допустим, всякое бывает. Платформа в бете, как любят говорить у нас в СНГ пространстве о таких площадках и платформах. При попытке поставить апостров в названии плейлиста, кодировка нахер слетает и выдает тебе пачку кракозябр вместо нормального названия. Ну, допустим, все еще беты. А теперь мякотка. Лицензионное соглашение платформы. Регистрация или авторизация пользователя на платформе является бесплатной, добровольной и подразумевает под собой согласие с соглашением. Интересно. А также политика конфиденциальности, которая размещена по адресу. И там буквально вписан, собственно, адрес. Политика.ру. Как вы думаете, что на сайте политика.ру имеется? Ничего. Ничего не происходит на том сайте. Потому что согласие и прочее, прочее, прочее находится на другом сайте. На платформе буквально сайте. Есть некий подраздел. Сайт платформы именуется как пл.видео.ру. Вот там все оно и находится. Кто бы мог подумать? Никогда такого не было. И вот опять. Ну, бета. Бета, да. Едем дальше. Пользователю необходимо будет указать следующие персональные данные. Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, e-mail. И как написано в заметках, необходимо, но не обязательно. У поля e-mail присутствует пометка «не обязательно». Такая вот особенность Шрюдингера. При этом, помимо вот этих необходимых данных, пользователь также обязан указать свою дату рождения. Напомню, что в коротком списке дата рождения уже указана. Но вот ее нужно указать, так как на сервисе есть контент с ограничением по возрастным группам. Судя по всему, тексты пишет нам никто. Если NUM сразу обозначить свою позицию «все ваше, наше», здесь начинается виляние разного рода терминами. Далее, далее. Самое интересное, что запрещается на площадке платформы. Как говорил Дин, сатирика. Задержали дыхание. Все, тихо. Итак, запрещается на платформе просматривать, копировать, скачивать, распространять, передавать, транслировать, демонстрировать, продавать, лицензировать, изменять, преобразовывать или каким-либо образом использовать контент или любую составляющую платформы, кроме указанных случаев. Для выполнения этих действий требуется следующее. Разрешение правилами платформы, предварительное письменное разрешение от представителей администрации и, если необходимо, соответствующих правообладателей и разрешение в соответствии с применимым законодательством. Поэтому смотреть на платформе ничего нельзя, кроме указанных случаев или при письменном разрешении. Ладно. Далее. Администрации особо оговариваются, что применительно к защите интеллектуальных прав в связи с контентом, опубликованным пользователем. Администрация выступает в роли информационного посредника, владельца информационного ресурса в сети интернет, на котором контент размещается пользователем сети интернета и который не выбирает получать эту информацию, не влияет на целостность такой передаваемой информации ввиду специфики статуса информационного посредника и не несет ответственность за действия третьих лиц, допускающих нарушение действующего законодательства. Допустим, если что, возможно, вас не накуканят, как я понимаю, да? Если кто-то вдруг ваши слова перемонтирует в пользу недружественных государств, скажем так. А вот теперь пункт, который вроде как даже лучше НУМовского, как минимум, и, возможно, лучше ряда других площадок. Без иронии. Создаваемыми пользователями контент является объектом интеллектуальной собственности, защищается законодательством Российской Федерации, в связи с чем администрация не претендует на получение и не требует от пользователей предоставления ей каких-либо прав собственности на пользовательский контент. Ничто в тексте настоящего соглашения не должно быть истолковано как лишение пользователя прав на создаваемый им контент или как ограничение. Соответствующий пункт у НУМа вы можете послушать в соответствующем выпуске, по-моему, называется «Нума мне ко второй» или типа того, где я читал выдержки с пользовательского соглашения НУМа, и там было совсем все не так радужно. Ну, возможно, это просто замануха, в конце концов они всегда могут это в дальнейшем переписать, да, когда альтернатив особо не будет, а видосы хочется где-нибудь выкладывать. Далее, все еще про запреты, немножечко вот хороших новостей, и теперь вкатываемся дальше. Если вы столкнулись с контентом, который нарушает условия данного соглашения или законные права и интересы пользователей или третьих лиц, вы можете направить свою жалобу на следующий адрес электронной почты. Адрес электронной почты — это чья-то личная почта, которая звучит как «Асталызин», ну, это, видимо, кто-то там. Ну и далее домен этого почтового ящика. Мало ли вы что-нибудь нехорошее написать, я не буду целиком это зачитывать. Короче, нормального ящика для сбора жалоб на нарушение авторских прав не существует пока что на платформе. И самое тоже. Одно из самых интересных и подчеркивающих лишний раз факт авантюрности данного проекта является пункт О. Персональные данные автоматически ликвидируются при добровольном удалении пользователям данных своего персонального профиля, а также при добровольном удалении пользователям своего персонального профиля с платформы, либо при удалении администрации платформы информации, либо контента пользователя, который нарушает правила использования хостинга. Платформы и нормы действующего законодательства РФ. Как здесь помечено товарищем Нобогеймерам, даже не хранятся положенные сколько-то там месяцев. По совокупности вот этой заметки про платформу складывается ощущение, что кто-то, кто-то не особо тщательно скопировал интерфейс Ютуба, систему рекомендаций, я делаю характерные кавычки пальцами, и прочие особенности Ютуба, чтобы, так сказать, закрыть потребности в аналоге. И когда ты лезешь под капот в эти все соглашения, видишь количество ошибок, опечаток и косяков в этом соглашении, ну понимаешь, что туда особо никто не заглядывал и никаким образом это не пытался регулировать, опять же, согласно нормам, в полной мере нормам законодательства местного. Ну и глядя на контент платформы, ты примерно понимаешь, что это такое. Я открыл сейчас главную страницу этой самой платформы, фильтр встает все, и здесь идут пропагандистские видосы, скажем так, в перемешку с роликами в духе. Распаковка российского видеохостинга. Платформа. Провал или убийца Ютуб? Вот такого рода. Чем поможет платформа ролик? Далее тут несколько депутатов. Вот шоцы есть. Худший аналог Ютуба в России платформы. Это, кстати, в шоцах. Здесь же висит 32 лайка у этого контента. Смотрите, конечно же, не буду. Что тут еще? Опять же, если мы говорим об интересных нам вещах и особенностях, я листаю уже несколько страниц. Ничего, связанного с играми, я не наблюдаю. Из плюс-минус знакомого я обнаружил новости с канала Так Остро. Кажется, это очень известная деятельница русского Ютуба Даша Стромская. Новости игровой индустрии, скандалы с озвучкой, что-то там еще у нее было. Ну вот такой вот человек. Я просто не смотрел, когда ничего не могу сказать. При этом листаю главную и на одном поле этот ролик и на другом поле этот ролик. Тут буквально через два ролика они дублируются. А, ну тут все ролики, все. Все ролики через два дублируются. А, вот нашел спустя половину сайта. Я нашел Ассета Корса гонку какую-то. Игровой контент все-таки есть от отчаянных людей, которые уже пошли сюда стримить. А, ну больше нету. То есть вот Островская Даша и вот Ассета Корса. Дальше сайт не прогружается у меня, к слову. Но вот такая вот платформа. А, вот прогрузился. О, русский дубляж War With In. Третий ролик. Окей, допустим. Видео сгенерировано нейросетью, но это не игры, ладно. Опять новость, новость, новость. Аватар Путь Воды фильм, 2022 год. Все три часа фильма загружены на платформу. Понимаю. Фильм Пчеловод можно посмотреть на платформе. А, вот Лайс Оф Пи. Пи, на котором мы заслужили. Это ролик какой-то, видимо, тоже. Кратер, фильм, 2023 год. Шаман, пожалуйста, появился. Энлон от Сербии. Лайс Оф Пи, еще один. Планета Обезьяновое Царство, 224 длительность. То есть фильм 10 дней назад загружен, между прочим. Ну, короче, это какая-то прям лютая... При всем уважении к тем, кто выкладывает оригинальные контексты, пока что это лютая помойка. Это какой-то кадавр из условных первого канала НТВ. Вот все те каналы, где эти люди сидят. И Рутюб, возможно. Потому что Рутюб, это у нас что? Это фильмы пиратские. Пиратство, кстати, у нас запрещено, насколько я помню. Всякие домены из зеркала у нас активно блокируются нынче. Но здесь можно, потому что наш. Игровой контент. Давай я открою даже сперва вкладку с играми и контентом. Ну, тут все то, что я видел. И просмотры. Вот самый большой ролик. 787 просмотров. А, это Шотс. Это тот самый, который худшая платформа в России. Дальше так Остро. 523 просмотра. Тот самый Ассета Корса, 185. Ну, дальше по нисходящей. Короче, это очень сомнительное мероприятие. И если все же Ютуб менет судьба блокировки, окончательно бесповоротной, то на платформу я бы не советовал соваться. В этом нет никакого смысла. Я не беру еще всякие технические особенности стримов сюда. Возможно, они тоже имеют место быть. Но я не углублялся. Как и в случае с Матрешкой. Да, существует сайт Матрешка, который тоже еще один аналог Ютюба, и куда тоже можно стримить. Это все очень какое-то нелепо. Я не знаю, как это назвать. То есть, мама не хотел, папа не старался. Ну, что-то такое. Склепали на скорую руку, чтобы сказать, вот это наше. Таким образом, дать себе путь как раз к монополии, наверное, да, в этом спектре. Как замечали многие деятели культуры, блогинга и прочего-прочего-прочего, скопировать интерфейс недостаточно для того, чтобы говорить, что это наша альтернатива. И это абсолютная правда. Но стоит отметить, что в отличие от того же Numa, например, и ряда других площадок, у них есть, так же, как и у других площадок, телеграм-каналов, где они публикуют патч-ноуты, и патч-ноуты выглядят достаточно убедительно, как ни странно. Я просто прочитаю один пост из их телеграм-канала. Здравствуйте. За прошедшую неделю вы прислали нам более двух тысяч обращений в бот-поддержке. Мы собрали все жалобы и приоритизировали самые частые из них. Сегодня мы выпустили обновление, в котором, среди прочего, постарались исправить. Загрузку файлов, ошибки и скорость загрузки, полосу прокрутки в полноэкранном режиме, механизм хода-выхода из учетной записи, удаление аккаунтов, поправили верстку нескольких страниц, несколько ошибок в плеере, еще 30 задач с исправлениями, добавили, пожалуй, самые запрашиваемые функции, не рекомендовать отдельные видео, не рекомендовать канал целиком, страницы хэштегов, банк пользователей в чате трансляции. И хотим поблагодарить вас за все предложения, что вы присылаете, за все сообщения об ошибках, вашу помощь и что с пониманием относитесь к нашему бета-тесту. Несмотря на то, что ряд этих исправлений, как мне кажется, должен присутствовать даже в бета-версии вашего ресурса, а не потом выкатываться после того, как его пользуют уже люди в большом количестве, по вашему же заверению, пост написан достаточно информативно и создает ощущение, что люди реально работают. В такой же степени, как и Numa, я бы не советовал пускать туда поток, я бы не советовал вообще там что-либо делать, пока что, пока нет какой-то ясности или пока они не доведут его до удобоваримого вида. Вот только самые какие-то такие люди, которым вообще не особо сейчас принципиально, где выкладываться, лишь бы выкладываться. Или, возможно, чтобы застолбить место на пьедестале представителей того или иного типа контента, я имею в виду игровой и околоигровой, это все дело закидывают. Но, опять же, как составлено лицензионное соглашение, как составлено какие-то нюансы, вы прекрасно видели и слышали. Определенные выводы уже сделаны. Кто это? Это... На нас стримерский подкаст. А, ладно. На этом стримерские и околостримерские площадковые и неплощадковые моменты заканчиваются. Перейдем к рубрике «Медичка». Поскольку этот месяц выдался в буквальном смысле жарким, душным и липким, не то что времени, но времени, кстати, тоже особо не было, но, скорее, даже желания что-либо смотреть не появлялось. Были определенные наметки, о чем я хотел бы рассказать в этом выпуске, но не буду, потому что не успел. Так что в следующем наверстаймы пущены. С играми аналогичная история, на самом деле. Я в нового почти ни во что не играл. Я играл лишь в старые свои проекты типа «Фортнайт», «Устана» и прочее, прочее, прочее. Вот, о них тоже я уже многократно рассказывал и на стримах, и здесь даже затрагивал. Поэтому расскажу о том, что успел пощупать за последние пару дней. Это «Фоллаут Лондон», который почему-то многие издания крестили «Фоллаут М5», но я не совсем согласен с этим. Все-таки фундаментально какие-то изменения, чтобы даже с большим количеством кредитов доверия называть «Фоллаут М5» не имеется. Но, тем не менее, это отличный представитель проектов на движке «Фоллаут А4», который вышел, по первым впечатлениям, лучше, чем у беседок с их DLC типа «Нюка Ворлда» шизоидного, где ты должен рейдерам что-то там помогать, отбить поселение. Типа «Автоматона», где ты должен строить роботов и какого-то там «Жестянщика», что ли, сразить. Какая-то херня вообще глупая. Если и сравнивать с известными нам частями и кусками «Фоллаутов», то это вот ближе к «Фар Харбору». Это крупное дополнение, насколько я знаю. Очень крупное, настолько крупное, что чуваки выложили его на «Гок», потому что на «Нексус» оно не влезало. Видны изменения, ассеты, куча переработана. Все переработано вплоть до главного меню. Собственные перки, естественно. Собственная история. Причем озвученная история, это самое удивительное для меня. Игра полностью озвучена. И причем она озвучена, поскольку это Лондон. Она озвучена именно теми людьми, которые, собственно, могли бы гипотетически жить в Лондоне. То есть вот это «Ой, мэйд!» и прочие особенности британского английского. И я достаточно сносно знаю английский, поскольку модификация выпускается только на английском языке. Естественно, локализации пока нет официальной. Ну, не какой-то околоофициальной, да. Существует уже машинный перевод, я его накатил, там есть огрехи. Но хотя бы можно понимать, что происходит. Опять же, потому что из-за акцента ты даже с сабами не всегда понимаешь, о чем идет речь. Потому что персонажи используют жаргонные словечки. Персонажи говорят о таких вещах, которые, ну, совсем непонятны. Это классно. То есть это, похоже, реально Лондон. Ты узнаешь Лондон. Даже если ты там никогда не был. То есть всякие такие Лондон-Ай, Даблдейкеры, Будки. В самом начале игры я буквально обнаружил сразу же отсылку на фильм про Бэнкси, художника, который называется «Вход через сувенирную лавку», кажется так. И причем они еще в какой-то момент времени вспоминают именно эту тему. Может быть, это еще на что-то отсылка, но моего культурного уровня не хватает, чтобы понять, на что именно. Я сразу считал это как отсылку на фильм, что тоже, в принципе, логично. Потому что, как вы знаете, основным полем деятельности, площадкой для творчества Бэнкси является Лондон, Британия и все вот это вот вокруг. Это забавно, это меня подкупило. Я не особо далеко дошел, чтобы оценить все фракции, какие-то, может быть, новые геймплейные особенности. Но то, что я увидел про путешествование по Лондону около двух-трех часов, мне понравилось. Да, есть проблемы с вылетами, есть проблемы с косяками, текстурки залагившие и прочее, прочее, прочее. Но мне кажется, для таких глобальных вещей все-таки можно быть снисходительными к команде. Потому что, как они сами сказали, если мод провалится, мы вообще уходим на дно, мы больше никогда ничего не делаем. А вот если мод будет успешным, то, возможно, мы начнем делать игр. И это максимально трезвый подход, как мне кажется. То есть вы таким образом закрепляете свой успех или неуспех. Так что, возможно, в дальнейшем я еще вернусь в подкасте к обсуждению Fallout London. Играть я в него буду, конечно же, и долго, скорее всего. Потому что очень не хватает Fallout. Ну, будем честны, на фоне подъема интереса к Fallout сериалу, многие пошли открывать для себя Fallout 76, Fallout 4 и прочее, прочее. Я как человек, который очень любит эту вселенную и серию, естественно, играл бы в это все. И несмотря на контроверсивные отношения к некоторым из этих проектов, я все же их прошел, получил какое-то удовольствие, возможно, даже. Выбрал тот контент, который мне был интересен. И теперь я сижу в ожидании хотя бы чего-нибудь. Так что Fallout London это отличный способ и повод вернуться во вселенную. Да нужно только заморочиться с установкой, потому что все не так просто. Ведь беседка нахеровертила с Next Gen патчем, что стало причиной откладывания выхода модификации с апреля на июль. И ее можно установить на Steam версии, то есть если у вас есть Fallout 4, CDLC, ну или GOTY. Но нужно даунгрейдить патч в Steam. И это занимает, по моим прикидкам, что-то где-то полчаса. То есть вы запускаете некую программу, логинитесь в Steam внезапно. Я не знаю особенности работы, как это все происходит. Но такое ощущение, что он серваку в Steam выцарапывает старую версию и перенакатывает ее на Fallout в Steam. И только потом вы можете поставить модификацию. Но при этом, если у вас клиент на русском языке, он говорит, а у тебя клиент на английском, мы не будем тебе ставить дополнение. Вы должны лезть в конфиге. У меня на самом деле буквально пару строчек, чтобы отсосалась английская локализация. И вот она ставится. Дальше как пойдет. Даже вот я стримил на релизе практически. Я сломал игру. У меня не срабатывал скрипт, и я не смог продвинуться дальше. Благо, я помнил консольные команды, благодаря которым можно было нивелировать некоторые особенности и нюансы залагавшего клиента Fallout 4. И продвинуться таки дальше. Так что, если вдруг вам чего-то такого не хватает, и вы видите и слышите изо всех сарафанных радио новости о Fallout London, скачайте, поставьте, не пожалеете. Это очень хорошо. Итак, самый расплавленный, самый замедленный, запрещенный никем. Но в то же время, с опасением, существующий выпуск подошел к концу. Я, как обычно, летом, я не знаю, с чем это связано. С тем, что я дурак, или с тем, что именно погодные условия не располагают к соблюдению дедлайнов. Но, тем не менее, я опоздал, конечно же, с выпуском этого подкаста. Надеюсь, я успею выпустить его до конца месяца, потому что сегодня 29 июля. У меня есть еще в запасе два дня, чтобы домонтажить и выложить. Пожелайте мне удачи из будущего в прошлое. Нашими общими усилиями еще один выпуск, надеюсь, плюс-минус, интересного подкаста завершен. По традиции, спасибо всем тем, кто бы его послушать, кто оставит фидбэк к этому подкасту, кто в целом его поддерживает в том или ином виде, будь то репост, упоминание друзьям, что угодно. Любое сарафанное радио, которое привлечет новых людей, мое почтение. Как я заметил, немножечко циферки подросли, там типа один-два человека, похоже, подфоловились на Яндексе. И опять же напоминаю, что если вдруг вы еще не нажали «Добавить в избранный подкаст на Яндексе», сделайте это, пожалуйста, если вам не лень и не жалко место на своем экране девайса. Потому что если я наберу около 100 лойсов на Яндексе, я буду претендовать на фичуринг в этом самом Яндексе, замещению на главный, в рекомендации другим пользователям и прочее, прочее, прочее. Таким образом, мы сможем расширить ареал моего обитания и популярности, естественно, и наладить какое-то более плотное взаимодействие с комьюнити подкаст. И, может быть, совместными усилиями мы сможем сделать подкаст еще лучше. Потому что я всегда допускаю, что те вещи, которые я делаю, будь то ролики, будь то подкасты, они, скажем так, не в финальной форме, да. То есть всегда есть к чему стремиться, возможно, даже очень сильно нужно к этому стремиться. Но без фидбэка, без обратной связи это сделать крайне сложно. Потому что по наитию можно делать, но то, что нравится условно тебе, может не нравиться остальным. Пожелания и какие-то замечания. В комментариях, например, на Ютубе. В комментариях, если вдруг вы добрались до Буста, на Бусти. В комментариях в паблике во ВКонтакте. У подкаста есть паблика во ВКонтакте. Как я уже говорил, там ничего особо не укладывается, кроме выпусков. Но вдруг, если вдруг кому-то это будет интересно, мы можем и там что-нибудь размутить. Короче, оставляйте фидбэк где только можно. В Телеграме можете оставить меня в личку этого самого фидбэка. И надеюсь, что мы сделаем стримы и стриминг великим снова. А на стримерским останется только название этого подкаста. Поэтому увидимся в следующем месяце. И я надеюсь, я попаду в дедлайн собственный. Услышимся. И стей тюнт. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.